Продолжение следует... Если он есть в разных бизнесах, вот менеджер по инновациям, человек, который отвечает как раз за развитие будущего в бизнесе, как такового. Вот Леонид положил нам в чат свои контакты, мы их еще и пришлем, а я передаю слово Николаю, с которым косвенно знаком каждый из тех, кто в городе Москва, потому что Николай отвечает за инновации во всех транспортных артериях Москвы. Вот разговор с Николаем, кто такой инновационный менеджер, вообще зачем он нужен бизнесу, чем он занимается, кто эти люди, которые становятся, кто эти люди, которые считают, что они могут определять наше будущее, да, и как это происходит. Спасибо, я передаю слово вам, Николай. Спасибо. Всем привет большой. Давайте начнем. Но прежде, наверное, чем мы начнем двигаться, вот по этим пунктикам, которые наш с вами монитор отображает и мне, и вам, я попрошу вас написать в чат или написать, пока я рассказываю, вещаю свой живой монолог, конкретный вопрос по инновационному менеджеру, да, то есть, допустим, у вас есть какая-то ситуация или какой-то прям конкретный вопрос, да, там, по компетенциям, там, по тому, где их брать, по тому, как они должны работать. То есть, вот если у вас есть какой-то конкретный вопрос, вы можете написать в чат, и я в конце очень постараюсь на все эти вопросы конкретные ответить. Может быть, там, у меня было что-то в практике, да, там, я поделюсь своим опытом. Два слова о себе. Меня зовут Николай, я сейчас работаю в транспортных инновациях Москвы, это корпоративный и отраслевой, с другой стороны, акселератор для стартапов ранних стадий в транспортной сфере и для всех организаций московского транспорта. То есть, московский транспорт – это метро, наземный транспорт, это парковки Москвы, это центр организации дорожного движения, то есть, все светофоры и регулирование, и регуляторная деятельность в сфере такси, да, то есть, плюс там к нам относятся, естественно, самокаты и велосипеды, дорожки, пешеходные переходы, вот вся эта красота, там, что в последнее время в Москве развивается. Почему я могу рассказывать вам там про инновационного менеджера и делиться какой-то экспертизой? Меня эта тема увлекала еще с детства. Я в детстве любил разбирать разные предметы, машинки, модельки, и пытаться из них сделать что-нибудь другое, какие-нибудь другие транспортные средства или другие гаджеты. Я ходил в какие-то в кружки по моделированию, там, и почему-то еще из университета. Это было уже 20 лет назад. Я очень увлекся темой стартапов, инноваций, венчурной сферы, и потихонечку вот шел в эту сферу, и вот я в нее пришел. Кстати, я учился в Омском университете по специальности управления персоналом, поэтому мы с вами в чем-то коллеги, коллеги. И вот исходя из моего такого вступления, я могу сделать первый вывод про инновационного менеджера. В том, кого вы смотрите, допустим, на позицию инновационного менеджера, должен сидеть такой вот маленький изобретатель. То есть там вот маленький человек или большой, покоритель космоса, или кто-то еще, кто вот постоянно там хочет, интересуется этой сферой. Может быть, там не Илон Маск, но хотя бы Дмитрий Рогозин. Так, итак, давайте, да, вот сейчас я хочу рассказать про инновационного менеджера с точки зрения целей бизнеса. Когда мы говорим про инновации в корпорациях, возникает два аспекта целевых. Это либо цели развития и цели роста, либо это цели конъюнктурные, цели под модное слово, что-то где-то получить и как-то там свою жизнь улучшить. Поэтому инновационный менеджер должен четко понимать, какой результат в конечном плане является его. То есть что потраченные деньги на его деятельность принесут на выходе. Да, там в деньгах, в клиентах. То есть это все равно это либо деньги, либо стоимость компании, если она публичная. Если человек начинает говорить в качестве результатов про количество стартапов, про воронку, про количество мероприятий, про количество потраченных денег, то к такому человеку стоит присмотреться. То есть либо его нужно дообучать, либо он не понимает сути инновационной функции, нахватался где-то по верхам и не совсем подходит для этой деятельности. Поскольку человек без опыта в этой сфере и понимания, он никогда не простроит вот эту сложную цепочку от того, допустим, вот мы там выделяем вам 1 миллиард рублей на инновации и там до точки, что они принесут нам 2 миллиарда через 5 лет. Там цепочка на самом деле сложная, и вот инновационный менеджер должен ее уметь простраивать и показывать. За счет чего, за счет каких продуктов, за счет каких действий, и за счет развития чего, вложенные деньги в итоге увеличатся. Ну, это если говорить про бизнес. Мы не бизнес, мы муниципальные и государственные предприятия, но и тем не менее мы тоже для себя эту линию выстраиваем. Наши показатели целевые, они связаны с безопасностью пассажиров и автомобилистов, с снижением смертности на дорогах, с новыми видами транспорта, что повышает комфорт наших пассажиров, с экологическими вопросами, с уменьшением выбросов, что тоже улучшает жизнь наших людей. С доступностью транспорта, то есть мы смотрим на различные способы, как можно увеличить доступность транспорта в тех местах, где с общественным транспортом есть некоторые проблемы. Также один из наших показателей целевых это увеличение производительности труда в организациях московского транспорта. Ну и, конечно, результаты выборов мэра. Потому что все мы понимаем, что от настроения горожан, от их самочувствия, вот эти результаты зависят напрямую. Дальше. Инновационный менеджер... А, ну и, соответственно, вот вывод ко всему моему предыдущему рассказу, что инновационный менеджер, еще раз, должен уметь показывать вот эту вот четкую связь, как потраченные деньги на инновационную деятельность принесут нам либо новые деньги, либо увеличат стоимость компании, либо дадут какой-то измеримый социальный эффект. Важно, в какой системе, в подсистеме в компании работает инновационный менеджер, и он тоже должен это очень четко осознавать. Допустим, например, если у нас инновационный менеджер работает под финансовым директором, то мы получаем стремление минимизировать риски, мы получаем стремление работать с проверенными поставщиками, мы получаем на выходе, не желая работать с рисковыми, непонятными стартапами, но здесь же мы получаем, допустим, возможность инвестирования в какие-то более зрелые компании, в более уже развитые стартапы, более поздних стадий. Если у нас инновационный блок находится под производством, то у нас развивается различный неокр, лаборатория, всякая опытная деятельность, покупка новых технологий. Если мы находимся под коммерческим блоком, то наш фокус смещается в сторону клиентских сервисов, в сторону удержания клиентов, увеличения клиентов, продления их времени жизни. И если мы выделяемся под директора по инновациям, то мы тогда себя уже начинаем осознавать в качестве такой единой большой сервисной функции для бизнеса, которая помогает бизнесу достигать его целей. Будь это увеличение прибыли, будь это увеличение стоимости, будь это увеличение клиентской базы, будь это снижение затрат, увеличение производительности труда. То есть мы начинаем воспринимать все остальные подразделения как клиентские. Вот мы, например, сервисная функция для всех организаций московского транспорта, которая в итоге им помогает повышать безопасность, увеличивать комфортность, снижать издержки, увеличивать показательность труда. То есть мы ориентируемся в итоге на эти показатели, осознавая себя в качестве сервисной функции для московского транспорта. И здесь следующий вывод, что инновационный менеджер должен четко осознавать, в какой структуре, в какой подсистеме в организации он находится, и, соответственно, там свои цели ставить и корректировать, исходя из этого. Два больших профессиональных блоков функциональных есть в нашей деятельности. Это открытые инновации и внутренние. Открытые – это, например, акселератор для внешних стартапов. То, что сейчас мы активно развиваем для московского транспорта, который является таким связующим звеном между внешними стартапами и корпорацией. И здесь есть такая вещь, что мало собрать потребности с внутренних заказчиков и подобрать стартапы под эти потребности. В открытых инновациях важно уметь делать две вещи. Это налаживать постоянную коммуникацию, конструктивную, между стартапами и внутренними заказчиками в корпорации и умение доводить вот эти вот заведенные стартапы, их продукты до пилотов и до последующего внедрения с фиксацией результатов. Что касается налаживания коммуникации между стартапами и корпорацией. Они говорят на разных языках. Стартапы не умеют готовить документы. Стартапы часто не понимают, что от них хочет юротдел, что от них хочет бухгалтерия. Они дерзят. Они говорят, мы с вами теряем время, вы не понимаете в продуктах, вы не нацелены на результат, вы непонятно, что делаете здесь. Со стороны корпорации отношение к стартапам может быть свысока. такое, что да, там у вас непонятно, что сделано, на коленке там что-то спилили, да, там нам нужна сертификация, нам нужно там соответствие ГОСТа, МОСТом. Такое вообще вот мы видели, ничего нового, ничего нового у вас нет. И здесь функция инновационного менеджера постоянно модерировать и направлять процесс взаимодействия, определять точки успеха и точки перехода для обеих сторон, чтобы довести их до реализации пилотного проекта по тестированию продукта стартапа и в дальнейшем до результата, который устроит обе стороны и корпорацию. То есть вот такая очень сложная позиция. Мы у нас этот процесс называем Product Moscow Transport Fit по аналогии с Product Market Fit. То есть если Product Market Fit это поиск соответствия между продуктом и потребностями рынка, то Product Moscow Transport Fit это поиск соответствия между продуктом стартапа и потребностями внутренних заказчиков в организациях московского транспорта. И соответственно следующий вывод, что инновационный менеджер должен уметь находить вот этот вот Product Market Fit в рамках корпорации. То есть выстраивать процесс, который в итоге приведет обе стороны то есть вот здесь продукт, здесь потребность, чтобы они нашли друг друга и начали двигаться к результатам. По второму вопросику, который я обозначил, что инновационный менеджер должен доводить, должен уметь доводить решения стартапов, которые он заводит до пилотов и до результатов, здесь следует сказать о том, что процесс, вот этот вот процесс пилотирования, он должен быть отстроен очень четко и прям выделен в отдельный процесс. Мы сразу, когда начали проектировать инновации в транспортном комплексе, мы процесс пилотирования вынесли в отдельный процесс, который длится постоянно. То есть, например, у нас программа акселерации идет два месяца, стартапы за время этой программы находят, либо не находят, Product Moscow Transport Week, то есть находят того внутреннего заказчика, потребности, боль, которого они могут закрыть, и дальше включается процесс пилотирования, который продолжается после программы акселерации столько времени, сколько нужно, пока стартап и внутренний заказчик не поставят точку, скажут, что вот, да, мы дошли до результатов, и там нас они устраивают. И в этом случае мы получаем дополнительный бонус, мы получаем лояльность повышенную как со стороны стартапа, он транслирует это на рынок, так и со стороны внутреннего заказчика, потому что мы их не бросаем, да, то есть мы их сопровождаем и организационно, и информационно, и документально, да, то есть и юридически, вот полностью, полностью, полностью. И здесь как раз вот получается следующий вывод, да, что инновационный менеджер должен уметь выстраивать этот процесс внедрения на своей стороне и не сваливать это на коллег, да, то есть на подразделения бизнеса или там на обслуживающие подразделения. Кстати, раз заговорили о пилотировании, вот буквально пару дней назад в Москве, вот наш стартап, не знаю, сейчас покажу, будет видно. Как, 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 как? Вот это нерегулируемый пешеходный переход, который подсвечивается, когда на него выходит пешеход. Вот. Такую штуку у нас один стартап пропилотировал с Центром Организации Дорожного Движения. А вот еще один это экран, пленка на заднем стекле машины, которая при каких-то действиях впереди показывает знаки сзади едущим машинам. Вот, допустим, идет пешеход, она пишет пешеход. Если там какие-то знаки впереди или какая-то авария или что-то еще, то машина может сообщать сзади едущим об этом. Так, и про внутренние инновации. Внутренние инновации, на мой взгляд, это еще более сложная тема, чем открытая, поскольку это связано с изменением корпоративной культуры, которая, как известно, ест на завтрак все. И здесь очень много точек сопротивления. Но зато здесь результат может быть более вдохновляющим, потому что сотрудник, которому мы помогли дойти от идеи до реализации ее внутри компании, он просто переполнен эмоциями благодарности и радости и заряжает нас там как постоянно действующий аккумулятор. И такие сотрудники также становятся самыми лояльными амбассадорами HR-бренда внутри. Вот у нас есть пример. Мы делали экспериментальный внутренний трек в акселераторе и машинист метро, который до этого 8 лет ходил, у него была там идея по совершенствованию процесса связи между машинистом и диспетчером, вот он ее там 8 лет он ходил думал, за 2 месяца он смог сделать прототип, собрать команду, показать руководству и сейчас он общается с подразделением по цифровизации метро там на предмет дальнейшего внедрения. Он очень довольный и очень радостный всем про нас рассказывает, то есть вот такие люди они становятся там агентами изменений в дальнейшем, то есть которые там могут вдохновить и всех остальных сотрудников на там улучшение своей деятельности. Так, здесь соответственно вывод, что инновационный менеджер должен уметь работать с внутренней культурой, то есть работать именно помощью, реальной помощью, реальными действиями. Соответственно вот из всего из того, что я сказал, компетенции менеджера по инновациям находятся на пересечении двух профессиональных сфер, это открытые и внутренние инновации и управленческого уровня, то есть там уровень может быть директор по инновациям руководителя акселератора руководителя фонда, руководитель направления, то есть направления у нас там разные, там от скаутинга до руководства по слияниям поглощениям, также там уровень обычный специалист аналитик менеджер. Ну и соответственно там уже строить компетенции, в зависимости от конфигурации, в зависимости от вашей конкретной позиции, вашей конкретной организации. Вопрос где брать? Вот лично мой взгляд и лично мой опыт, что брать нужно с рынка, поскольку вырастить человека внутри с такими компетенциями невозможно. То есть нужно брать человека из акселераторов, из венчурных фондов, из сферы, из институтов развития, но обязательно на входе давать тестовое задание. Потому что сейчас появляется много людей, которые умеют говорить правильно, но которые до результатов не дойдут. Поэтому на входе я на любую позицию за то, чтобы давать тестовое задание там, где человек конкретно покажет, как он будет достигать результатов и каких. И там сразу будет видно. Если у нас в тестовом задании человек начинает думать в штуках мероприятий, в количестве человек, которые прошли, в количестве потраченных денег, то наверное это немножко не тот человек. После того, как вот такие люди с рынка интегрируются уже в среду, тогда уже можно выращивать и внутри. И да, там два слова напоследок про то, что у нас в Москве, я имею ввиду, здесь, правда, меня попросили сказать там про перспективы развития транспорта в крупных городах, но это сделать не могу, потому что Москва, есть Москва, крупные города, есть крупные города, там разница колоссальная, конечно, там жизнь, вы все это знаете. Вот, что нас ждет в Москве, да, это экология, вопросы экологии у нас сейчас выходят на первое место, соответственно, будет дальше переход всего наземного транспорта на электробусы и будет стимулирование развития перехода автолюбителей и бизнеса на электротранспорт. Сейчас вот запущен проект «Энергия Москвы», он легко гуглится, там можно об этом почитать, но там из такого самого интересного. Если вы сейчас покупаете в Москве электромашину, то у вас не будет таможенной пошлины, у вас будут бесплатные зарядки, которые устанавливает Москва и в ближайший год их по Москве будет установлено очень много и у вас будут бесплатные парковки все. Дальше конечно же у нас будет развиваться метро и центральный диаметр, и все это будет уходить в шесть там за пределы Москвы, Москва будет разрастаться, будет развиваться речной транспорт, в том числе общественный, северный речной вокзал отреконструирован, теперь и южный на очереди, умные светофоры, пешеходные переходы, искусственный интеллект, везде, где только можно его поставить, он будет ставиться, развитие коммуникации с гражданами, учет и в предложении, и инициативы, это тоже в сфере нашей, например, там для жителей Москвы проблема с парковками, вы можете возле своего дома организовать платную парковку для именно жильцов вашего дома, там для этого нужно подать заявление в департамент транспорта и потом самостоятельно еще определять, куда пойдут деньги вот в этой платной парковке, допустим, там на благоустройство вашего двора или там на что-то еще, там тоже общественно важное именно вот для вашего дома. Также будет развиваться транспорт по запросу, допустим, в Новой Москве у нас сейчас идет эксперимент, когда с помощью приложения Московский транспорт можно поставить виртуальную точку, где вы находитесь и вам покажет приложение, через сколько там автобусик небольшой подъедет и заберет вас. Ну вот, пожалуй, это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Большое спасибо, что вы дослушали до конца. Не знаю, правда, не вижу, сколько вас. Теперь готов я ответил на ваши вопросы. Спасибо огромное, Николай. Нас больше 60 человек, вопросов тут много. Первый вопрос, который задали, какие KPI для инновационного менеджера? Может быть, об этом немножко расскажете. Да, то есть, здесь нужно понимать, то есть, в зависимости от позиции. Если мы берем директор по инновациям, то KPI это могут быть непосредственно увеличение прибыли или увеличение стоимости компании. То есть, непосредственно вот эти бизнес-показатели. Если брать, допустим, нашу сферу, то это, конечно же, влияние на эти показатели наши, на безопасность, на комфортность, на производительность труда. То есть, это все может находить выражение в показателях для инновационного менеджера, который, на мой взгляд, потом должны также опускаться вниз. Потому что, если у нас на нижней позиции сидит менеджер, у него показатель количества заключенных договоров, то есть, если это никак не связано с нашими показателями про безопасность и повышение комфорта, то тогда у нас ничего там происходить и не будет. Окей, спасибо. Вы немножко уже сказали про транспорт будущего, но вот тут интересуется, а летать мы не начнем? Вот как у вас насчет этого? Смотрите, да, в ближайшем будущем летать мы не начнем, это точно, но интерес к летающему такси и к летающим практикам в мире, да, у нас, вот у нас есть, департамент это изучает, Москва это изучает, смотрит, да, но пока у нас любые полеты над Москвой запрещены, то есть там в том числе и дроны даже, поэтому там это может быть перспектива там некого отдаленного будущего. Спасибо. Известно ли вам, есть ли уже вузы какие-то, которые готовят инновационных менеджеров, может быть, подобные дипломы? В высшей школе экономики есть что-то точно, да, потому что в вышке один из ведущих инкубаторов страны, скорее всего, там откуда выходят люди, которые потом идут работать в подразделения инновационные крупнейших компаний в том числе. Ну вот, наверное, на вышку стоит посмотреть, да, потому что там вот важно смотреть во всех этих специальностях, поскольку я сам там после окончания университета год поработал преподавателем, то там нужно смотреть, кто ведет, да, то есть, потому что если это университетские профессора, да, то есть я ничего там против них не имею в виду, они все прекрасные умные люди, да, но как бы инновационный менеджер без практики он не состоится, да, и здесь вот диплом без практики и вот без возможности обмена опытом, там, от человека, который прошел уже этот путь, это сложно будет получить. Окей, окей, еще вопрос, интеграционный менеджер, лучше ли это друг инновационного менеджера? А что такое интеграционный менеджер? Ну, да, то есть Я уже прочла, думаю, что может быть вы это знаете. То есть если интеграционный менеджер, судя из названия, это человек, который помогает разным подразделениям, да, на пересечениях их процессов, там, как-то их настроить и договориться, то да, он может быть другом инновационного менеджера, он может быть сам в принципе инновационным менеджером, если там это вот часть функционала на него ляжет. Угу, угу. Спасибо огромное, Николай, огромное спасибо. Спасибо вам большое. Интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!